Приветствую зрителей канала Мудрая Рядом! Сегодня мне хочется сделать предвертный коврик в виде подсолнуха. У меня ковролин, обрезки ковролина, желтого и вот такого серого, больше черного цвета. Всегда я предлагаю делать все легко, просто и быстро, при этом без иглы, без швейной машинки, без какого-то специального клея. Возьмем ковролин, это формат А4, и разделим его на 4 части. Из каждой образовавшейся части надрежем уголочки и сделаем лепестки. Их нужно будет ровно сделать столько, чтобы они поместились на полукруге подсолнуха. Это ковролин большего размера, это 50 на 25, мы его складываем пополам и обрезаем, делаем полукруг. Вот такой полукруг у нас получился. Для соединения нам понадобится зеленая ленточка и скрепка канцелярская, обычная или может быть булавка. На краешек ленточки наденем булавку или скрепку. Возьмем лепесток, выложим его под черную ткань, так, чтобы был нахлёст. Вот такой нахлёст, где-то сантиметра два. И согнем, согнем ровно пополам. И сразу же возле края сделаем обычный надрезик. Вывернем. Теперь в этот надрезик втолкнем булавочкой ленточку и протянем ее до самого краешка. Это мы делаем для того, чтобы зафиксировать. И на самом краю мы делаем узелок. Самый обычный, двойной. Будет он располагаться вот по нижней части. Снова берем наш лепесточек. Вот он вот так у нас расположенный. Берем наш лепесточек и загибаем снова его. И снова делаем надрез. Делаем надрез где-то на расстоянии полутора-двух сантиметров. И теперь уже с нижней части вдеваем ленточку с помощью скрепочки или булавочки. Продеваем до конца. У нас получается как будто бы стежки. Стежки или наметочный шов. Кто знает, кто шьет, тот понимает, о чем говорю. Снова сгибаем лепесток и делаем надрез. Теперь уже в верхней части вталкиваем ленточку и получаем очередной стежок. Проделываем еще раз то же самое. Теперь уже снизу. Потому что ленточка у нас была внизу. Снова загибаем. Но при этом стараемся так, чтобы расстояние осталось для размещения следующего лепестка, оставить небольшое расстояние до края. Продеваем. Берем следующий лепесток. Он немножечко будет заходить внахлёст следующего, предыдущего. И продолжаем делать те же надрезы, которые делали и с первым лепестком. Загибаем теперь второй и делаем надрез. Таким образом у нас соединятся и лепестки, и срединка между собой. И друг от друга они не будут отсоединяться. Так делаем по периметру всего коврика. Вот уже два лепестка. Присоединяем третий так по полукругу. Вот так у нас выглядит изнаночная сторона. Количество лепестков увеличивается. Вот у меня уже пятый лепесток. На очереди шестой. Наш коврик все ближе к завершению. У нас уже шесть лепестков. Осталось немножко. У меня поместится семь лепестков. Последний стежок. Мы заведем, вернемся ленточку сюда снова. Для того, чтобы сделать и дополнительный стежок. Чтобы держалась и с этой сторонки, и с этой сторонки. Не рассоединялись части. Ну, а здесь просто-напросто сделаем обычный. Отрежем ленточку ненужную. И просто сделаем узелочек, завернув за краешек. Для того, чтобы зафиксировать ленту, чтобы она не съезжала. Можно сделать двойную для надежности. Вот такой милый коврик своими руками, который можно сделать с детками. Порадует. Его можно делать из любых других кусков ковролина, в зависимости от того, какого качества и цвета у вас есть. У меня попались именно такие, поэтому у меня получился подсолнух. Всем, как вам понравилось, ставьте лайк, делитесь в сетях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok